Здравствуйте! Сегодня мы с вами пополним нашу коллекцию упражнений для лица еще одним полезным упражнением. Если вы замечали, у многих людей после 16-17 года, чуть позже, лицо начинает расширяться. И мы говорим сейчас об овале нашего лица, не о щечках, которые мы можем наесть. И для того, чтобы привести лицо в тонус, чтобы сделать его, опять скажем, похудеть и убрать, что у меня было вообще квадратное лицо, почему я начала искать это упражнение. Я выполняла это упражнение в течение двух лет, и сейчас просто, скажем, одна и та же форма держится, мне это нравится. До этого я увидела на фотографиях свое огромное такое квадратное лицо и такие волосеночки, которые так его оборумляли смешно, потому что лицо было просто огромное. И это не зависит от того, как много мы едим, это просто физиология. И, кстати, физиология. Когда мы сами будем выполнять это упражнение, представляйте себе, пожалуйста, что ваше личико становится худее и уже, что ваши щечки поднимаются. Когда мы будем его выполнять, мы будем смотреть вверх и будем поднимать ручками личика. Просто представьте себе, что ваше личико поднимается вслед за вашими ручками. Итак, поехали к самому упражнению. Мы сильно закатываем нижнюю губку на нижние зубки, верхнюю заводим под верхние. Получается вот такое вот движение. Далее. Мы личико держим ровно. При помощи рук мы делаем вот такие поднятия. Давайте первый раз делаем 10 поднятий рук вверх. Держим здесь максимальное натяжение на лице. Затем мы поднимаем голову вверх, поднимаем ручки вверх и замираем в такой позе. Еще один момент. Кэра Маржо предлагает просто замерять в такой позе с поднятым лицом. Я предлагаю немножечко на пару сантиметров отклониться. Если вам будет несложно выполнить это упражнение, то есть отклониться на 2-3 сантиметра, скажем, вот таким образом, вместе с руками, вы будете прорабатывать еще и нижнюю часть лица, чтобы наши щечки не висели. То есть вы выберете то, что вам лучше, то, что вам удобнее. Я выполняю с небольшим таким отклонением. Затем на 2 сантиметра. Итак, поехали. Затем на 2 сантиметра. Итак, это достаточно эффективное упражнение для того, чтобы привести овал нашего лица в тонус. Еще хотелось бы добавить одно такое упражнение, которое будет работать и над носогубными складочками, и подтягивать наше лицо, и подтягивать наши щечки. То есть давайте добавим еще одно упражнение сюда. То есть опять мы закатываем нижнюю губку на нижние зубки, верхнюю под верхние. Натягиваем максимально. Теперь наша задача максимально натянуть здесь, чтобы аж больно было вот так стянулось. И мы будем медленно подбородочком делать вот такие черпающие движения вперед. То есть это подтягивает всю нижнюю часть лица нашу, вот тонизирует. И если у вас уже начали обесать щечки, вот, это будет поднимать их вверх. Итак, натягиваем здесь, натягиваем здесь. Можете при помощи пальчика ставить сюда пальчик. И выполнять такие движения. Можете просто выполнять эти движения. И затем мы опять же поднимаем голову в конце и держим. Поднимаемся в таком положении. Поехали. Итак, для того, чтобы услышать. Для того, чтобы усложнить это упражнение со временем, через неделю, через две, вы можете сделать большее количество повторений. То есть вот этих движений можете выполнять уже не 15, а 20. И в конце держать головочку вверх в течение 10-15 секунд. Для того, чтобы вообще усложнить это упражнение, если у вас очень сильно обвисла кожа в районе подбородка и щек, в принципе, мы опять же прорабатываем на всякий случай наши носоглубные складочки. Можно еще немножко усложнить это упражнение. Итак, мы выполняем все то же, только в течение вот этих наших таких загребающих движений челюстью. То есть мы выдвигаем, да, вот так вот к себе подтягиваем. Мы постепенно поднимаем голову вверх. Итак, поехали. Когда мы поднимаем голову, мы поднимаем ее очень медленно, опускаем тоже медленно. И когда держим, мы должны чувствовать, как здесь, вот здесь вот все натягивается, хорошо натягивается и начинает печь. Не передерживайте, пожалуйста, с первых разов. Только здесь начинает печь, где-то еще до пяти посчитайте, тогда медленно опускайте голову вниз. Итак, выполняйте эти упражнения. Ваша личика приобретет красивую форму, ваши щечки подтянутся. Которое первое самое упражнение на овал лица поможет наша личика сделать более красивым, более таким приятной, симпатичной формы. И для того, чтобы эти упражнения имели силу, выполняйте их перед зеркалом. Выполняйте их правильно, чтобы ощущать все эти изменения. И также, когда вы их выполняете, представляйте мысленно, то есть результат, который вы хотите достичь. И когда мы делаем вот такие движения вверх для похудения лица, мы представляем, что наши щечки уходят вверх. Итак, будьте красивыми, находите для себя время, выполняйте зарядочку. До свидания.